МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести. Акасия, события недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Первое судебное слушание по делу об аварии на Саяношушенской ГЭС. Предполагаемые виновники трагедии предстали перед судом. Экстренная пресс-конференция в следственном управлении и служебная проверка в Минздраве под нажимом общественности в соответствующих ведомствах стали разбираться, как заключенный под стражу-убийца оказался на свободе. В Сибири им не было равных. Элитных скакунов, одержавших оглушительные победы в июле на самых крупных конно-спортивных соревнованиях, уничтожил пожар. Из 35-ти уцелели 16 рысаков. Личный автомобиль, как водовозка. 400 литров воды в одном авто. Вероятно, рекорд, но, очевидно, не предел. Все потому, что нет водопровода. Ну, а многим дачные гранты строить и жить помогают. Многим, но далеко не всем. Не только новые рейсы, но и новые маршруты из Абаканского аэропорта теперь можно будет летать и в Новосибирск, и даже за границу. Первый вылет сегодня в 13.40. Только народный гнев подстегнул к активным в расследовании действиям Управления Следственного комитета по Хакасии и Минздрав. Одни срочно дали пресс-конференцию и приступили к проверке, как заключенный под стражу белоярский убийца оказался на свободе. Другие начали служебную проверку с той же целью. За короткое время стихийные митинги в знак протеста к качествам следствия в республике возникали дважды. Первый раз, когда у кинотеатра «Наутилус» толпа подростков избила двоих парней, один из которых впоследствии скончался. Те, кто избивал, даже не попали в разряд подозреваемых. У следствия якобы не было оснований их задерживать. Судебная комиссия судебных медиков не дала нам основания кого-то из участников драки привлекать к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений повлекшей либо смерть Карлышева, либо за его убийство. Телесные повреждения, обнаруженные на трубе потерпевшего, не имеют прямого отношения к смерти. А какие тогда основания у меня, как у следователя, говорить о том, что вот... Не буду называть фамилии этих фигурантов, они его убили. Сейчас я пока не могу про это сказать. А если я не могу про это сказать, как я могу решить вопрос об избрании в отношениях меры пресечения, какой-либо, в том числе, заключением по стражу. У пострадавшей стороны сложилось впечатление, что следственные действия должным образом и не проводились. Все как-то уж просто решилось. Медики дали заключение, следователи не усердствовали в установлении истинных причин. Но у родных и близких погибшего свои доказательства. Эти отморозки били его, топтали, голову всю изломали, грудная клетка сломана полностью. Все, что пишут в показаниях доктор, патологоанатом, это все неправда. Митинг собрал большое количество неравнодушных. И многого собравшиеся не требовали. Единственное, провести следствие как положено. А то правоохранительная система действует как-то избирательно. Уже нету сил терпеть беспредел наших правоохранительных органов. Понимаете, если раньше, я не знаю, это уже не первое убийство, по которым не возбуждаются уголовные дела, и которые хоронятся, скрываются всяческим образом. На этой неделе тело Артема Карлышева эксгумировали. Красноярские специалисты должны назвать истинные причины смерти. Как заявляют в следственном комитете, участники драки в любом случае понесут наказание даже по факту избиения в самом центре города. Кинотеатр Наутилус, по мнению главного следователя Хакасии, пользуется дурной славой, и это никого не беспокоит. В ту ночь в кинотеатре употреблялось спиртное. Что там делал этот девятиклассник, почему он всю ночь там находился в этом кинотеатре, был пьян. Почему сегодня, несмотря на определенные ограничения в торговле спиртными напитками, почему там сегодня можно прийти и купить спиртное в любое время? Почему у нас это такое культурно-досуговое учреждение стало таким? Еще один стихийный митинг, спровоцированный действиями Следственного комитета, прошел в Белом Яре. После того, как убийца, зарезавший бывшую жену на крыльце районной больницы, затем оказался на свободе. Якобы он в состоянии комы, согласно медзаключению, был отпущен из-под стражи. После этого... Бессознательное состояние комы, это бессознательное состояние. Бессознательное состояние. Мы все медики. Он не может сам самостоятельно пересекаться. У нас есть официальное медицинское заключение, согласно которому он находился в коме. После этого он пришел в себя, после того, как медзаключение было получено. В какой он коме? Какое основание таких дебилов выпускают, которые режут людей, точными ударами режут людей? Вам мало было подсинего, когда у вас были и заявления, и все. И человека вырезали людей. Вам мало. Мало вам было. Вы опять выпустили. Собравшиеся задаются вопросом, неужели следователи визуально не могли определить, что о коматозном состоянии и речи быть не может, если человек передвигается самостоятельно. С него при этом снимают охрану и выпускают на свободу. Но большинство из собравшихся медики и знают, что такое состояние комы. А человек в коматозном состоянии никогда не будет двигаться, никогда не будет звонить. Он лежит, как говорится, колом, и хоть что-то ему делай. Неделями бьемся, по три недели бьемся, не можем в память привести. Под нажимом общественности убийцу в тот же день взяли под стражу. Ты убийца! Ты убийца! Ты убийца! Следователи не считают, что только их вина в том, что убийца оказался на свободе и в это время тревожил семью пострадавших. В этом инциденте, наверное, задействовано следственное управление, значит, доктора, ГУФСИН, да, вот три ведомства, то, видимо, самое оптимальное и объективное говорить о том, что вот 33,3% вины лежит на всех ведомствах. В том числе и на следственном управлении, и на докторах, и на ГУФСИН. В деле есть некоторое разногласие. Задержанный после попытки суицида находился в Абаканской городской больнице. А заключение о том, что он в коме, подписано комиссией республиканской больницы. В Минздраве не исключают, что справка выдавалась заочно. На этой неделе началась внутриведомственная проверка. Ее результаты ожидаются на следующей неделе. Пострадавшие говорят о том, что задержанный ранее служил в правоохранительных органах. Есть сведения и о том, что избивавшие парней возле Наутилуса тоже из так называемых блатных. Оттого и такой странный и резонансный подход к делу, когда людей убивают зверски, а звери остаются на свободе. На этой неделе, во вторник, шокирующие новости пришли из Черногорска, где произошло очередное зверское убийство. Глава семьи расправился с женой, ребенком и наложил руки на себя. Произошедшее напомнило события сентября прошлого года, когда в селе Подсиним отец семейства застрелил пятерых родных людей и застрелился сам. В последнее время довольно часто, когда происходят такие новости, приходится говорить очередной случай. Сегодня у нас в гостях психолог Сергей Акимов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Вот первый же напрашивающийся вопрос, что происходит с людьми? Ну, я бы вообще не стал смешивать два этих случая, объединять их в какую-то систему, во-первых. А если говорить в общем о каких-то тенденциях, то, наверное, уровень агрессии в обществе, может быть, немножечко повышается как-то. Связано это в первую очередь с чем? Темп жизни изменился, изменились условия жизни, то есть в нашей жизни появилось гораздо больше стресса, в том числе информационный стресс и так далее. И это может каким-то образом влиять все-таки на психику людей. Ну, можно понять агрессию в отношении незнакомых людей, но почему поднимают руку на родных, близких? И ведь речь идет даже не о побоях, а об убийстве. Вообще вот есть такое понятие – респондентная агрессия. Она как раз и направлена, бывает, на тех, кто слабее, и тех, кто ближе к тебе. То есть не на начальника какого-то, не на представителя даже власти, а вот на тех, кто здесь сразу подвернулся. Но вот этот конкретный случай, его надо рассматривать именно как конкретный случай. Во-первых, сейчас пока еще следствие идет, и, на мой взгляд, нельзя говорить, что вот стопроцентно это он сам сделал. То есть тут всякое может быть на самом деле. Есть же предположения какие-то, высказывались на некоторых телеканалах, что кто-то там еще был. Но даже если это на самом деле он сделал, то, скорее всего, произошло нечто такое, что в один момент разрушило его, если это нормальный человек был, вот как все говорят, нормальная семья, идеальная там фактически, то что-то такое, что полностью до основания разрушило его какие-то жизненные ценности. То есть либо это какая-то новость была, которую неожиданно он узнал там. Ну вот такие случаи бывали, и у меня в практике такое бывало, когда мужчина узнавал об измене жены, и его просто, как говорят, перекрывало, и он терял контроль над собой. Это могло произойти либо в состоянии аффекта, либо в состоянии близком к аффекту. То есть вот что-то узнал он. Скорее всего, так я предполагаю. Но что движет человеком, когда он лишает жизни родного ребенка? А он не может себя контролировать. То есть вот в этой ситуации просто-напросто, ну как я предполагаю, еще раз говорю, это только могут быть предположения, возникло такое эмоционально-психическое состояние, при котором человек не может контролировать свои поступки. Вот потом, когда он уже очнулся, может быть, и осознал весь ужас того, что произошло, он уже совершил следующий поступок. Он уже наложил на себя руки. Причем говорят, что было как бы, ну, две попытки. То есть вены там пытался вскрыть, потом уже только. А что вообще делать человеку агрессивным? Страх. В первую очередь, я считаю, это страх. Причем страх не всегда осознаваемый даже им. То есть страх потери близкого, может быть, да. Страх перед физической какой-то расправой или перед психологической травмой. Ну, в большей степени это все-таки страх. И что с этим делать? Ну, я бы мог сказать, пойти... Если человек вот высоко тревожен, если он обуреваем какими-то страхами, если он их осознает, ну, конечно, надо идти к специалисту, к психотерапевту или к психологу. Ну, слава богу, у нас сейчас в Абакане достаточно, так скажем, практикующих специалистов. Вот, кстати, если уж говорить о каких-то, как бы и причинах тоже вот того, что происходит, и тот же самый уровень агрессивности растет, я бы сказал, что, вот, на мой взгляд, школа или наша система образования, она, ну, не совсем ту, как бы, функцию выполняет. Она учит детей читать, писать, там, считать, значит, то есть дает какие-то знания, но не учит жизни. То есть не учит взаимодействия с другими людьми, не учит познанию себя, своих эмоций, управлению своими эмоциями собой. Вот Зураб Кикелидзе, ведущий психиатр России, он как-то однажды сказал, что для профилактики, вот, подобных вещей, в частности, суицидов, было бы очень хорошо ввести преподавание психологии с третьего класса буквально. И я в этом вот целиком и полностью бы его поддержал. То есть я считаю, что это чрезвычайно важно. Ну, а как оградить детей от агрессии? Ну, интернет, телевизор? Нет, вот, понимаете, вот то, что касается оградить детей от агрессии, вот имеется в виду от агрессии со стороны других детей или от... От того, чтобы они сами такими не были, чтобы не развивалось это чувство. Это семья. Вот в первую очередь это семья. То есть ребенок должен расти в атмосфере любви и уважения к личности. А у нас очень часто, к сожалению, модель воспитания основана, в первую очередь, на наказании и на критике. То есть ребенка постоянно критикуют, его сравнивают с другими детьми, его постоянно, иногда даже не просто критикуют, а унижают. То есть некоторые родители поступают так, но они не во зло ребенку действуют. Они думают, что если они будут его критиковать, то он тогда, значит, реагируя на эту критику, станет лучше учиться, станет лучше что-то делать, там, и так далее, и так далее. К сожалению, это работает с точностью, да, наоборот. Ребенок вырастает, обуреваем вот этими вот тревогами, страхами, вот, он вырастает неуверенным в себе. И вот некоторые люди думают, что агрессивный человек это очень уверенный в себе человек, наоборот. Вот тот, кто, ну, с точки зрения психологии, тот, кто ведет себя агрессивно, на самом деле он не уверен в себе. Он боится, что другие это поймут, и поэтому начинает демонстрировать свою агрессию. Сильному человеку ему не нужно использовать для, скажем так, для достижения своих целей какое-то психологическое давление или какую-то там физическую агрессию. Нет, он и так сильный, он знает, что он сильный, он уверен в себе, и ему не нужна агрессия. Как все-таки перестать беспокоиться и жить нормально? Избавиться вот от тревог, от этих, да, избавиться от страхов, от переживаний. Ну, это, наверное, самое важное, самое главное. К сожалению, не всегда это самостоятельно можно, значит, этого можно добиться. То есть нужна бывает и помощь специалистов. И иногда эта работа достаточно долгая, достаточно длительная. То есть все зависит от того, ну, от конкретного человека. Вот. Ну, а вот самый простой такой, как бы, совет, который можно дать, значит, это научиться жить вот сегодняшним днем. Вот как верующие, да, вот живут. Дал Бог день, даст Бог и пищу. Что ты переживаешь за завтра? Вот живи сегодня. То есть, ну, жить в сегодняшнем дне, это не значит жить одним днем. Это две разные вещи. То есть вот человек, который живет в сегодняшнем дне, он планирует свое будущее, но он планирует его позитивно. Понимаете, да? То есть он строит, у него есть мечты какие-то, он строит планы, да? И каждый день он просто задает себе вопрос, а что я могу сделать сегодня для того, чтобы вот завтрашний день был у меня таким вот хорошим и счастливым. И все, ему этого достаточно. Ну, вот на хорошей ноте, наверное, завершим. Сергей Николаевич, спасибо, что пришли, спасибо за беседу. У нас в гостях был практикующий психолог Сергей Николаевич Акимов. Спустя почти 4 года начались слушания по делу об аварии на Саяношушинской ГЭС. Трагедия произошла 17 августа 2009 года. Погибли 75 работников станции. На скамье подсудимых семеро предполагаемых виновников трагедии. Первое судебное заседание должно было состояться 19 июля, но было отложено в связи с неявкой защитника одного из подсудимых. Его адвокат уведомил о суд, что с 16 числа в отпуске за пределами Хакасии суд принял решение перенести заседание на 2 августа. Самый крупный судебный процесс в истории Хакасии проводят в городской администрации. Здание суда не может вместить всех участников. На заседание пришли далеко не все родные и близкие погибших. По уголовному делу только официально проходят 163 пострадавших. Сегодня все внимание к стороне защиты. Все ли адвокаты на месте и не придется ли снова переносить начало слушаний? На скамье подсудимых 7 человек. Бывший руководитель станции, главный инженер, его замы и работники службы мониторинга. Прокуратура обратилась к суду признать еще 11 человек потерпевшими. Все они близкие, родственники погибших. Во время следствия, а оно длилось больше трех лет, их не внесли в официальный список. Погиб сын. Почему не признали? Я не знаю почему. Мы поначалу и сами не знали, что мы не потерпевшие. Мы четыре года бились, чтобы их признали потерпевшим. Сама мораль в том, что вы родители. Это родители, представьте, потеряли детей, и они не потерпевшие. Суд признал из заявленных 11 пострадавшими 8 человек. Это те, кто присутствовал в зале суда лично. По закону новые участники процесса вправе ознакомиться с материалами всего дела. На такой поворот быстро отреагировали адвокаты подсудимых и предложили отложить заседание минимум на месяц, ссылаясь как на свою занятость, так и на объемы материала. Извините, 1200 томов изучим за неделю. Это просто нереально. Мы не можем подкладывать в лобку под будущую колоссальную громадную работу, которую здесь интеллектуально будем проводить. Сторона обвинения хоть и против растягивания процесса, но с требованием закона согласилась. Каждый потерпевший имеет право на ознакомление как с материалами дела. Он должен знать, в чем обвиняются эти лица. Уголовное дело такого масштаба рискует превратиться в самое затянутое в России. Весной в Перми приговор вынесли по пожару в ночном клубе «Хромая лошадь». Он произошел в том же 2009 году. Уже идут слушания по крушению теплохода «Булгария». Трагедия 2011 года. В Хакасии же судебный процесс берет перерыв еще на три недели. К рассмотрению дела по существу приступят 26 августа. При условии, если защита не найдет зацепку, вновь отложить слушание. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. В Аскизском районе на этой неделе в хозяйстве известного фермера и коневода Ивана Мендибекова произошел пожар, уничтоживший элитных лошадей. Такие убытки не исчисляются в рублях, хотя и этот ущерб предстоит определить. Чтобы понять, насколько серьезна потеря, достаточно назвать июльские достижения рысаков. На скачках в Москве они завоевали Кубок Президента России, а затем в Омске. На главных в Сибири конно-спортивных соревнованиях выиграли пять заездов из восьми, забрав практически все призы. В день пожара они должны были готовиться к очередным соревнованиям. Гордость республики. Элитные скакуны погибли в огне за считанные минуты. К этому моменту дознаватели насчитали 19 обгорелых трупов. Из них только две лошади задохнулись. Остальные сгорели заживо. Пожар начался ранним утром. Вызов поступил в 6.54. Возгорание произошло моментально. Предварительно произошло с данного угла, вот где мы сейчас находимся. И ориентировочно в конюшне находилось примерно от 30 до 40 лошадей. Дознаватели пока не могут сказать точную причину пожара. Одна из основных версий – в конюшне замкнула проводка. Кто-то из рабочих говорил, что видел, как она искрила. Кто-то слышал хлопок. Относятся настороженно, но тоже не исключают силовики и криминальную версию. В пользу поджога говорит то, что огонь распространялся уж очень организованно. За минуты он охватил всю конюшню. Это 800 квадратных метров. Есть факты, свидетельствующие о том, что здесь поджога не было. Но, тем не менее, эту версию тоже мы будем рассматривать, то есть отрабатывать в полном объеме. То есть проверка проводится будет всесторонняя. Буквально на этой неделе Иван Мендебеков был в правительстве Хакасии. Виктору Зимину он показывал награды своих скакунов. На престижных всероссийских соревнованиях они взяли пять первых мест из восьми заездов. Выиграли скачки на Кубок Президента в Москве в конце июля. А за последние два года победы этих скакунов их вовсе не перечесть. Чего только стоит Кубок губернатора Ростовской области в 2012 году, когда Хакасия обошла главных знатоков лошадей – казаков. За все эти заслуги Виктор Зимин дал поручение представить Ивана Мендебекова к ордену за заслуги перед Хакасией. И по нашей информации, сегодня утром первое, что сделал коневод, сам позвонил Виктору Зимину и рассказал о своем горе. Комментарий главы Хакасии появился спустя пару часов в интернете. Это невосполнимая потеря. В Хакасии во все века было особое отношение к лошадям. Это не просто животные, а добрые и надежные помощники людям. Меня переполняет чувство горечи. Это как потеря верных друзей. Искренне разделяю горе, постигшее Ивана Ивановича Мендебекова. Нужно тщательно разобраться в том, что произошло. Серьезное внимание нужно обратить на вопросы противопожарной безопасности. Случившееся говорит о том, что здесь пока не все благополучно. О масштабе уже материального ущерба говорить пока рано. В конюшне были лошади стоимостью и в полтора, и в два миллиона рублей. Какие из них погибли и смогут ли встать на ноги те, которых удалось спасти, знают только хозяева и те, кто работал с животными. Но пока об этом говорить не могут, отходят от шока. Точные же причины пожара станут известны в течение 10 дней. Лаборатория МЧС России работает на месте. Елена Крылова, Наталья Табакова, Евгений Чаптыков и Антон Михайлов. Вести Хакасия. События недели. На этой неделе дачные общества начали вступать в договорные отношения с Минсельхозом Хакасии. Речь о грантовой поддержке, начало которой положено в республике в 2011 году. И теперь ежегодно на поддержку садоводческих организаций в бюджете предусматривается финансовая помощь в размере 25 миллионов рублей. Соискатели грантов все больше. В этом году в числе победителей 36 дачных обществ. Между ними распределили вышеозначенную сумму. Поделили, естественно, не поровну, а в зависимости от масштабов организаций. От 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Тем, кто не попал в их число, остается только сожалеть. А повезло далеко не всем. Уж как не повезло членам садоводческого товарищества «Южное» отстроить такие дачные домики и теперь иметь туманные перспективы на будущее из-за серьезных перебоев с водоснабжением. Не отдыхать сюда приезжают и даже не трудиться в свое удовольствие, а спасать участки от засухи. Воды нет уже две недели. Страдаем, возим, поливаем, спасаем свою дачу, свой труд. Все лето мучаемся. Личный автомобиль здесь у каждого как водовозка. Канистрами и бутылками с водой заполняется почти все свободное пространство и в багажнике, и в салоне. За раз в банок 20, потом в машину, в багажник и через раз на прицепе привозим. Бочками заливаем с колоночки и привозим. 400 литров в одной машине кажется невероятный объем для рядовой легковушки. Но и постолька удается привозить в разнокалиберных емкостях за один только рейс. Вот, пожалуйста, в машине еще не выставил. Пожалуйста, он на крыльце, вот стоит, смотрите. И вот еще в домик занес свои воды. Многое цветет и зеленеет благодаря таким манипуляциям с доставкой воды. Но в этот день повезло. На дачных участках в централизованной системе, кажется, появилась вода. Накануне рабочие разошлись домой за полночь, ремонтировали старое оборудование, и вот вода пошла. Согласно математическим расчетам, должно хватить на каждый в дачном обществе домик. Но опытные операторы водонапорной системы знают, что не хватит при всем желании. В прошлом году общество Южное прославилось на всю республику. Когда тогдашний председатель средства гранта свыше полутора миллионов рублей потратил на собственные нужды. Проще говоря, прокутил. До меня председатель расхитил все, что можно было расхитить. Не только деньги, но и материальные средства. Понимаете? Нам выйти из этого положения очень сложно было. Из положения не вышли до сих пор. Потому и рассчитывал новый председатель на распределение грантов в этом году. Южное – одно из самых крупных дачных обществ в республике. Почти тысяча садоводческих владений. И едва ли не столько же заброшенных участков из-за разных неурядиц. Я дополнительно обращался с письмом, которым просил допустить нас хотя бы до конкурса. Пусть конкурсная комиссия решит, выделять нам деньги или нет. Мы очень нуждаемся в средствах. В Минсельхозе однозначно ответили «нет». Не положено по условиям конкурса. Все грантополучатели должны в установленный срок отчитаться по ранее полученным грантам, то есть средствам денежным, что данным обществом не было сделано. Соответственно, они не могли участвовать в следующем конкурсе на получение гранта. Ну а в тех дачных обществах, которым в распределении грантов повезло, строят планы на будущее с учетом бюджетных средств. В обществе «Ивушка» за последние два года на средства грантов электрифицировали почти все садоводческое товарищество. Установили почти 200 бетонных опор линии электропередач. В общем, у нас сейчас уже поставлено 194 опоры на Масилии. У нас осталось три улицы, на которых еще нет опор. Но вот сейчас, получив вот этот миллион еще, и плюс еще наши собственные средства, 350 тысяч, мы доставим опоры, и у нас подписано соглашение с южными электрическими сетями, и они заходят и начинают делать электрификацию нашего массива. Будет электроэнергия – отпадет вопрос водоснабжения. Глубинный насос или станция почти в каждом доме, потому что до воды здесь недалеко. В этом году впервые подключились к программе поддержки дачных обществ и садоводы «Абазы». Их участки от наводнения страдают регулярно, но они есть фактически, а требуется официальная регистрация, чтобы стать участником программы. Всего в «Абазе» существует 18 обществ. Но, к сожалению, на тот момент, в прошлом году, ни одно общество не было зарегистрировано. Сегодня, после того, как была проведена определенная работа, разъяснительная работа, два общества успели зарегистрироваться, два общества претендовали на эти гранты. Общество-строитель, насколько я помню, получает 500 тысяч рублей, претендовали на этот грант. И общество-ветеран или пенсионер, могу ошибиться, по-моему, пенсионер, будет правильно, получили грант 200 тысяч. Поэтому это первый шаг со стороны абазинцев. Я просто уверен в том, что сейчас на этом примере все другие общества, руководители этого общества, начнут более активно оформлять документы, и в следующий год, думаю, что они все выставятся на эти гранты. Согласно статистике, 90% от общего объема плодово-ягодных культур выращивают дачники. Овощей они производят 80%. Огромный сектор экономики. По сути, продовольственная безопасность, которую садоводы обеспечивают собственным трудом и членскими взносами. И вот в последние годы благодаря бюджетной поддержке. И все же местами уповая только на погоду. Спрашивают, дождь есть на горе? Вы на самохвале, дождь идет там или нет? В городе, видимо, где-то идет. Ну, не зря же спрашивают, наверное. Ну, их-то сотни, блин. Отвечать на сотни звонков тоже это непросто. Все билеты проданы. Будут, если приобретать их, продолжат столь же активно, как и сейчас. Первый рейс из Абаканского аэропорта за границу. Самолет летит в Таиланд в конце октября. А уже раскуплена почти половина билетов. Ну, а сегодня, через два с половиной часа, первый рейс в Новосибирск. И он, судя по всему, тоже популярен, а значит, может стать регулярным. Обо всем подробнее Олеся Калиниченко. Открыть новый рейс не так просто. Прежде чем был продан первый билет на самолет Абакан-Новосибирск, правительству республики, министерству транспорта Хакаси и аэропорту пришлось проделать колоссальную работу. Прежде всего, необходимо было найти перевозчика, который смог предложить адекватную цену. Переговор был не единожды трудный, потому что перед нами предлагали воздушный суд на «Тараван-Цес». Нам наделать технические полеты, маленькие самолеты, дети местные. К сожалению, цена билетов на корабль космического корабля более 8 тысяч рублей. Нам эта ценовая политика не понравилась. Самые выгодные условия оказались у компании «Томскавиа». Минимальная цена билета – 3300 рублей. Максимальная – 3625. Перевозить пассажиров будут на Ан-24. Небольшой турбовинтовой самолет для перелетов малой и средней протяженности. До конца 80-х они активно курсировали между Абаканом и Красноярском. Пока авиасообщение наладили только с Новосибирском, но в перспективе и другие города Сибири. На «Томск» рейс тоже будет. Сейчас накатаю Новосибирск. Компания вошла в программу федеральную. Рейс «Красноярск», который был обещан нами 19 июля, не состоялся по причине, что был продан всего один билет. «Наши граждане и население просят рейс такие. И в прессе активно это обсуждается. Но по факту случилось так, что всего один билет. Пока это не востребовано. Но тем не менее мы эти намерения не оставляем. Я думаю, что может зимний период как-то эту работу возобновим». Скорее всего, в Красноярск люди не летают, потому что предпочитают добираться по трассе. Цена билета на автобус в среднем 700 рублей. С Новосибирском другая ситуация. Автобусы с Абаканского автовокзала в этот город не ходят. Добраться можно на личном авто, потратив 12 часов и 2800 рублей на бензин. По железной дороге в два раза дольше и несколько дороже. Купе 3500 рублей. На их фоне самолет явно выигрывает. Всего два часа в пути, а стоимость как на поезде. Рейс будет осуществляться три раза в неделю. Просят четыре, но аэропорт Абакана из-за реконструкции предпринять и отправить больше пока не может. «В октябре закончим все работы по взрослой потратической полосе. И на следующий год у нас реконструкция светосигнальной оборудования. И в следующем году, планируем, в 2014 году, закончить реконструкцию аэропорта. Многие авиакомпании, в первую очередь, зарубежные, ждут. Левганзе ждет открытие новой полосы, как запасной аэропорт. По крайней мере, для начала, даже для иностранных аэропортов, будет тоже интересно». Этой осенью аэропорт Абакана впервые откроет чартерный рейс за границу. Пока только в Таиланд, но для города с нашей численностью это скорее исключение, чем правило. Изучив рынок, крупная туристическая компания посчитала, что в течение года тысячи жителей республики вылетают на отдых в азиатские страны из Красноярска. «Мы рассчитываем, и даже теперь не сомневаемся, это мероприятие будет успешно. Рейсы мы планируем начать с 22 октября. Летать они будут один раз в две недели. Летать будет Боинг 757. Время полета до Бангкока примерно 6 часов 20 минут. Ну, собственно, аэропорт прибытия – это центральный аэропорт Сувар-Набуми в Бангкоке. Вот именно туда мы и планируем летать. Динамика продаж, как я уже сказал, довольно хорошая, которую мы сейчас видим. Первый рейс продается, честно скажу, даже лучше, чем Красноярск. Если воздушное направление Абакан-Бангкок будет востребовано, туристическая компания наладит авиасообщение с другими государствами. В следующем году планирует начать летать в Турцию. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия, События недели. Синоптики дают прогноз, что недостающее за прошедшие два летних месяца тепло природа компенсирует в августе. Начало месяца ожидается теплым, середина – дождливой, с ливнями и грозами. В конце месяца опять тепло. И нельзя сказать, что запоздалая. Все-таки август – летний месяц. Напоминаю, наш адрес в интернете – вести.дефис.хакасия.рф. Всего вам доброго.